Девушки отдыхают И мы сейчас идем в глубь шахты, посмотрим что же там интересного Здесь естественная лада, без нее никуда Здесь когда-то ездили электровозы, остались остатки шпал таких Уходило там горизонт засыпан Осталась старая подвеска контактного провода Она уже практически полностью прогнила Такие кронштейны, кабельные держатели А крепятся они вообще уникально Просто забиваются в дырку чопик и все И все крепление Люди не заморачивались В рудоспуске Вот так заложили досками и балками И удать было какое-то ограждение Глубокая камера такая Сейчас я что-то кину туда Для наглядности Все, походу упала Ну, в общем, вот такое вот помещение Здесь осталась одна рельса Я не знаю, почему ее не вытянули Так как везде их просто нет А вот это у нас летучая мышка мумифицированная Ну, шахта есть шахта Видимо, тут был привод Пневно-привод Потому что практически все механизмы работали на сжатом воздухе А если я не ошибаюсь То сжатый воздух подавался давлением около 6 атмосфер Вот эти Разводка труб Всякие краники Я не знаю точно их название, конечно Но воздух подавался по этим трубам И, естественно На такой вот пульт управления Не двигается Это свободно двигается А рельсы, скорее всего Просто Сняли И повторно используют на других горизонтах Скорее всего Вот так вот обвалилась Обделка шахтная Все попрогнивало Доски тут просто труха Их руками можно разламывать И они вот так вот Распадаются Дерево классно разваливается Здесь тоже весь крепеж практически Точнее доски осыпались А железо осталось Ну, тоже скоро железо Прогниет И осыпется Оно Очень поржавело Вот Допустим, можно идти Вот этот крючочек Зацепить головой Короче, это очень печально Лучше Смотреть и под ноги И наверх И в бок И косо В общем Можно Нужно смотреть во все стороны Еще один пульт управления Для разгрузки вагонеток Множество труб Это все пневматика Была Да, кстати Еще один рудоспуск Ну, естественно Я сейчас брошу камушек Ну, да Ну, не совсем камушек А досточку Не очень глубокий Еще один интересный момент Здесь лежит шахтный трос И он идет вдоль горизонта Тут когда-то были рельсы По центру Здесь вагонетки разгружались Сыпали породу вниз И чтобы в шахту Не поступала пыль Вот этот, так сказать Пылесос Который здесь находится По трубам Выгонялся Вот эту комнатку И там находились Своеобразные Такие фильтра Сейчас покажу Детальнее Чуть-чуть Вся пыль попадала На эти фильтра Тут она оседала С водой Как бы получалась Такая пульпа И червячным валом Она попадала Вот непосредственно Прям в трубу Эта пульпа Шлаконасосом Таким Ну куда-нибудь Выгружалась Или сливалась Я не знаю Такая вот система Еще одна забутовочка Там дырку засыпали Я не знаю специально Или нет Чтобы забить брешь Так сказать В вентиляции шахты Ну оттуда шурует Очень хорошо воздух Я сейчас иду сам Ребята Где-то вперед Очень далеко ушли А трос Все-таки Длинный Я уже прошел Метров 300 И он все Вдоль горизонта До сих пор Тянется Блин Шпалы конечно Тут Можно ноги Повыкручивать Вот так вот Затапливаются Грунтовыми Водами Шахта Наглядный Пример Так Вот этот Дренаж Который Идет Вдоль Горизонта Вдоль Железной Дороги И Там вода И вода Стекает К тому Водотливу Которую я Показывал Недавно Еще одна Опасность При которой Следует Смотреть Под ноги Такие Вот Штыри Торчат Трос До сих пор Тянется Дошел я До Трансформатор По станции Это Сердечник Трансформатор Труха Как обычно И Он сам Корпус Трансформатора Скорее Всего Что Это был Трансформатор Для Электровозов И Освещение Тут Ой Тут запах Трансформаторного Масла Вот оно Черное Кстати Вытекло Запах Ощущается Очень Такой ВМ Выключатель Нагрузки Скорее Всего Что Сюда Да Здесь 6 Киловольт Ячейка Подавалась 6 Киловольт И Ячейки 0.4 На Освещение Главное ГПП Главная Поверхностная Подстанция Номер 2 Вот Ну Рубильники Обычные Медные Губки Даже Остались Как и Ножи Втычные Такие Для Рубильников Опа Даже Есть Алюминиевые Шины Странно Что Их Не Унесли В принципе Бросили Так Ну И Сам Корпус Трансформатора Патрубки Такие Для Охлаждения Его Кожи В принципе Все Кусочки Кобелей Каких-то Ну И Все Вот И Вся Подстанция Обвал Конец Здесь Очень Все Хорошо Так Провалилось Обвалилось И Вон Еще Просится На Один Обвал Все Сейчас Пойдем Туда В ответвление Смотреть Еще Одно Ответвление Налево Там Тоже Катастрофа Воды Побольше И Куча Мусора Просто Ад Глина Болото Нормально Рудоспуск Тупик Еще Один Такие Наросты На потолке Да Дракон Логово Дракона Там Где-то По-любому Ладно Возвращаемся Огнетушитель Или то Что от него Осталось Так Здесь Тоже Интересное Место Такое Тут У нас Клеть Людская Клеть И Слепой Ствол То есть Слепой Ствол Это Ствол Без Выхода На Поверхность Он Как бы Внутри Шахты Находится И Не И И И И И И И И Связью С Поверхностью Верху Есть Подъемная Машина Точнее Была Тросики Лифтовые Ну Ствол Так себе Своеобразный Без Какой-либо Обкладки Вон Клеть Конечно Ушат Тоная В хлам Ну 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 Сам Ствол Глубина Его Метров 15 20 Где-то Ну И Там Якобы Должен быть Ниже Горизонт Еще Один Но Судя По Туману Там Нету Вентиляции Как В принципе И сам Засыпан Горизонт Все Очень Прогнило Как и везде В этой шахте Все Очень Гнилое Трухлявое Рассыпается Прям в руках Продавливается Ногами Последняя Дата Испытания Тельфера 1971 То есть Эта шахта Стала заброшенной В 71 Году Вот Это место Очень похоже На рутвор Очень Похоже Но Там В конце Забутовочка Сейчас Покажу И Вот Этот Шум Это Воздух Всасывается Воздух Скорее Всего Вентиляционно Шахтный Ствол Рабочий Здесь Недалеко Шахтный Ствол И тут Дикий Шум Вообще Даже Амферметр Один Сохранился И Киловольтметр Вот Забутовка Стена Из Кирпича Заложили Чтобы Изолировать Воздухом Заброшенный Участок Сахты А вон Там Маленькая Дырочка Через Ее Очень Сильно Взазывается Воздух Поэтому Создается Такой Шум Ладно Будем Возвращаться Обратно Ну и Как всегда Разобранный Трансформатор Точнее Оставшаяся Его Часть Это Корпус Его Обошли мы Полностью Этот Заброшенный Горизонт Встречались Нам По пути Обвалы Блесень Сталактиты Даже Гриб Который Растет В полной Темноте Но Когда Ребята Ушли Дальше А я Прилично Так Отстал От них И Снимал Все По порядку Меня Не Погнедало Чувство Присутствия Кого-то Или Чего-то Будто За спиной Кто-то Есть Заходя На Квершлаги От Главного Горизонта Мы Увидели Странный Отпечаток Ноги Может Это Что-то Упало Сверху Камень Например И Оставил Такой След Но Если Это Так То Куда Он Пропал Объяснения Этому Мы Не Нашли Мы Очень Сильно Устали И Под Утро Решили Немного Встремнуть Где-то Вдалеке Горизонта Мы Услышали Отголоски Будто Кто-то Разговаривал Люди Здесь Быть Не Могли Так Как Сюда Очень Тяжело И Трудно Добираться А Горизонт Полностью Изолирован От Рабочей Шахты Оставались Только Заброшенные Бездонные Рудоспуски Может Это Сказывается На Нас Бессонная Ночь И Сильная Жажда И Мерещится Всякое Но Услышали Эти Отголоски Одновременно В Общем Тоже Объяснения Этому Не Нашли Может И Было Что-то Необъяснимое Но Проверять Уж Совсем Не Хотелось Мы Решили Оттуда Уходить Ну Что Облазили Шахту Полностью В принципе Она И Небольшая Точнее Горизонт Участок Горизонта Заблокированный И Заброшенный И Будем Выбираться На Поверхность Путь Назад Тоже Очень Сложный Будет Очень Сложный Воду Мы Еще Не Пили Ту Которая Осталась Поэтому Очень Дико Хочется Воды Сейчас Все Выпьем И Будем Подыматься Сначала По Отвалу В Провальной Воронке А Потом По Веревкам Жумарам Наверх Будем Вылазить Уже Почти Утро Не Почти А Уже Утро Так Что До Встречи На Поверхности Скоро Будем Там Замученные Очень Сильно Какая-то Какой-то Грибок Скорее всего Я не знаю Надо Уматывать Отсюда Дальше Ну Вот Такой У нас Был Маленький Поход Маленький Слаз Вниз Сами Все Увидели Можете Прокомментировать Свои Впечатления Там Свои Мысли Какие-то Ну В принципе Все Как я и Говорил И буду Говорить Берегите Себя Это Самое Главное Ваше Здоровье Оно Одно Ваша Жизнь Одна Поэтому Всех Благ Пока-пока 13 часов Без воды Остатки воды Так быстро Вообще Это Мы должны Были Пить Чуть Ли Каждые Два Часа С Шестью Литрами Воды Бля Так оно Так бы Согревало Да Конечно Помогает Очень Сколько Все Все Ребята Пейте Передавайте Литрами Мой 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 Продолжение следует...